Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. Сегодня поговорим о весенней пассивной кампании. В нашей студии гость – заместитель министра сельского хозяйства Чувашием Денис Иванович Поспеков. Здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Скажите, пожалуйста, как наши аграрии? Апрель уже вступил в свои права. Готовы ли к весенней пассивной кампании? Вы знаете, необходимо отметить, что в целом республика готова к проведению весенних полевых работ гораздо лучше, чем в прошлом году. Во всяком случае, это видно и по темпам накопления минеральных удобрений, и приобретения горюче-смазочных материалов. Конечно, мы приобрели пока не весь объем необходимый для проведения полевых работ. Тем не менее, темпы приобретения гораздо выше, чем в прошлом году. По минеральным удобрениям на 28%, по горюче-смазочным материалам в среднем на 12-13%. Семенами мы также обеспечены в полном объеме, но это уже традиция для нашей республики. В целом, хотел бы отметить, что качество семян и темпы подготовки семян выше, чем на аналогичный период до прошлого года. И в этом году кондиционных семян 92%, хотя в прошлом году было 84%, обеспеченность 102,8%. То есть, по-большому мы подошли к началу весенних полевых работ с очень неплохой динамикой. Хорошо, давайте немножко тогда скажем, что будем сажать? В целом, яровой сев в текущем году планируется провести на площади 310 тысяч гектаров. С учетом кормовых угодий, многолетних насаждений и посевов озимых зерновых культур, вся посевная площадь в текущем году составит 540 тысяч гектаров. Из них традиционно более 53% приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Порядка 37% – это кормовые культуры на пашне, порядка 4,2% – картофель, 4,3% – технические культуры, в которых, конечно же, преобладают масличные культуры, и 0,7% – это овощные культуры. Это по районам какая? То есть распределение? Южные районы больше что у нас сажают? Все-таки овощи или зерновые тоже у них? Есть определенная специализация среди наших районов, она, конечно же, ощущается. Надо сказать, что южные и центральные районы республики в большей степени имеют наибольший процент распаханности. Концентрация производства там, конечно, наиболее массивная. Но в целом распределение производства культур по республике более-менее равномерное. То есть все пропорционально, очень выверено, четко, и нет таких каких-то особых тенденций. То есть кардинальных отличий от прошлого года, от прошлогодней кампании нет, да? Мы в том же режиме, в том же ритме засеваемся. Есть небольшое отличие. Нас сегодня серьезно беспокоит состояние посевов азимых культур. Необходимо отмечить. В связи с чем это? В прошлом году сельхозпроизводители республики посеяли азимых зерновых культур практически на 27-28% больше. То есть расширили этот клин. И это совершенно правильно, потому что азимые зерновые культуры, они более высокопродуктивные и дают более качественную продукцию. Тем не менее, сложные условия во время посевной кампании осенью прошлого года были засушливые условия. Да, мы помним, что... Не смогли растения сформировать достаточную вегетативную массу, накопить достаточно энергии для успешной перезимовки. И на сегодня, по данным экспертов, 25% посевов азимых зерновых культур находятся в неудовлетворительном состоянии. Тем не менее, отобранные монолиты позволяют надеяться, что при благоприятных условиях среднемноголетняя гибель посевов азимых культур не должна превысить среднемноголетних значений. Это порядка 7-8%. Поэтому сегодня мы внимательно смотрим на наши поля, на темпы таяния снега. Все будет зависеть, сохранность азимых культур, от условий возобновления весенней вегетации. Если они будут благоприятные, то наши хлебные посевы нас порадуют в этом году высоким урожаем. Если 25% посевов все-таки погибнут вследствие выпривания, вследствие сложных погодных условий, то, конечно, мы полностью обеспечены, создали запас семян яровых зерновых культур, которыми мы сможем погибшие посевы пересеять. И наши планы по выполнению структуры посевных площадей мы однозначно, конечно же, выполним. Но будем надеяться на лучшее, потому что лишняя нагрузка и финансовая, и организационная, и нагрузка на технику нам не нужна, скажем так. Хотелось бы провести весенние полевые работы в таком очень четком организованном режиме. А какие сроки тогда обозначены? Вот все говорят, что в этом году очень много снега выпало, то есть вот эта вот снежная масса и влага накопленная, она гораздо выше, чем в предыдущие годы. Это как-то повлияет на сроки работ и вообще на что-то повлияет? Мы общались с метеослужбой республики. В целом, условия этого года, они находятся в пределах среднемноголетних значений. На сегодня метеослужба прогнозирует наступление уже как бы таяния снега и того температурного режима, который позволил бы нам выйти в поле во второй декаде апреля. Это находится в пределах среднемноголетних сроков. Сегодня говорить, что мы начнем на неделю позже посевную кампанию, я думаю, пока преждевременно, потому что мы видим, погода становится все более теплой, солнечная инсуляция растет. То есть пока мы смотрим, как сложатся погодные условия. То есть все равно сроки – это середина апреля, а закончить тогда, когда должны уже последние войти? Мы предполагаем, что самые южные районы – это 15-20 апреля. Но как будут условия погодные следующих двух недель? Будут ли они, установится ли погода дождливая и пасмурная? Тогда, конечно, сроки начала ярового сева будут оттянуты. Если будет погода с ярким, солнечная, яркая, хорошая погода, теплая, особенно не будет сильных понижений температуры ночью, тогда, конечно, мы войдем в начало пассивных работ в среднемноголетние сроки – это вторая декада апреля. – То есть буквально за две недели можно по всей республике засеять? Ну, естественно, овощи это у нас позднее уже гораздо. – Сев будет продолжать. Мы его начнем где-то в конце апреля. Здесь на территории республики есть условия, починоклиматические условия таковы, что те, кто сеют зерновые, зерновые в более ранние сроки, те имеют больше урожай. То есть мы все знаем, что май месяц, он очень скуп на осадке, поэтому мы должны воспользоваться растениями, должны посеять яровые культуры в те сроки, чтобы растения успели воспользоваться талой водой, напитавшей почву, дать вегетативную массу, чтобы в период, за период мая шло развитие растений и был сформирован достойный урожай. – Многие сельхозпроизводители как раз в период посевной обращаются за кредитами в банки, за краткосрочными кредитными ресурсами. Как в этом году обстоят дела? – Последние несколько лет на федеральном и региональном уровнях реализуется программа льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Это когда сельхозпроизводитель, беря кредит, оплачивает только процентную ставку до 5%. Всю остальную нагрузку по уплате процентов берет на себя государственный бюджет. Так вот, в текущем году уже в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики поступило заявок на сумму 502 миллиона рублей. Из них 488 миллионов рублей уже одобрены федеральным центром. И 444 миллиона рублей уже выданы сельхозтоваропроизводителям. Есть серьезный лимит, то есть эту сумму можно… заявки принимаются. То есть в этом отношении мы считаем проблем особых быть не должно. Если у кого-то из сельхозтоваропроизводителей есть проблемы с приобретением кредита, либо затягиваются сроки рассмотрения их заявок банками, они всегда могут обратиться на горячую линию Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики. На территории Республики действуют наряду среди банков, работающих в Республике, есть такие крупные банки, как Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ. Эти коллеги, руководство этих банков, филиалов этих банков на территорию нашей республики в принципе находятся в оперативной связи с руководством Министерства Сельхоза. И если есть нарекания к их работе, мы готовы какие-то проблемные вопросы с ними обсуждать в оперативном режиме, для того, чтобы не задерживать сроки проведения весенней кампании для сельхозтоваропроизводителей. Я думаю, что это очень важно, потому что все заинтересованы в том, чтобы вложиться в указанные сроки и провести весеннюю пассивную кампанию так, как нужно. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо большое, Денис Иванович, за интересную беседу. Приходите к нам еще. Надеюсь, в вашей и нашей работе все сложится удачно. Пассивную мы проведем хорошо и соберем отличный урожай. Спасибо. А я напоминаю, это была программа «По существу». До встречи в эфире национального телевидения Чувашия.